Здравствуйте, друзья! В этом ящике и по всей мастерской уже давным-давно расположился новый проект канала. Это очень амбициозный и крутой проект должен быть. И сейчас я буду вам о нём рассказывать и показывать. Смотрите, какая штука, друзья! Мне кажется, любителям авиационной техники это понравится. Пока не тяжелая. Я надеюсь, все вы помните, как создавался этот роскошный, замечательный, очень длинный стол. А ведь на самом деле, друзья, это не стол, а стапель для изготовления больших крыльев. У него длина 5 метров. Он идеально ровный. Все выставлено по уровню. Не до микронов, конечно. Но для таких вещей, я думаю, вполне достаточно. И то, что он 5-метровый, он позволяет либо 5-метровые консоли создавать, либо вот такие вот крылышки, сразу готовые на 5 метров. Конечно же, оно будет разъемное, безусловно. Эта часть просто не поместилась, мешает станок. Хотя похоже на винглет и похоже на очень огромное крыло. Но нет, друзья. Это не консоль, это целиком уже крыло. Давайте достану все остальное и постараюсь разложить, чтобы увидеть полную картину. Инициатором данного проекта стал мой друг Дмитрий. А я, друзья, всего лишь хотел сделать самолет на солнечных батарейках. Я мечтал о долголете. И когда я рассказал свою идею Диме, он предложил энергосистему немножко поинтереснее и предложил взять часть работ на себя. А именно изготовление 3D модели и фрезеровка всех основных частей самолета. Как вы видите, по этой части все уже готово. Теперь дело за мной. Я приступаю к этому проекту и буду его побеждать. На данный момент пока что нет никаких причин сомневаться в успехе этого дела. Моя задача максимальная возможность сэкономить на массе материала и постараться сделать как можно легче. То есть на этот раз мы не будем топить за прочность, мы будем топить за минимальную массу. Килограмм у нас уже есть. И я вам больше скажу. Энергосистема весит где-то 6 килограмм. То есть у нас уже есть 7 килограмм. А тяги будет не так уж и много. Но зато самолет должен долго летать, если у него появится шанс подняться в небо. Если он взлетит, он будет летать просто нереально долго. Так, ну вроде бы собрал. Теперь можно немножко рассказать про концепт. К сожалению, не могу пристыковать крыло. Оно здесь не помещается. Детали все огромные. На улицу тоже не могу вынести, потому что пенопласт легкий и все разлетится. Но рано или поздно вы увидите целиком, друзья. Ну а пока немного сухих цифр. Вот эта вот длина крыла ровно 5 метров. Площадь около двух метров. Стабилизатор примерно 90 сантиметров. Площадь не помню. Но долгого времени полета по-другому не добиться никак. Планируемое время полета около суток будет. Если все получится, если все будет удачно, то это произойдет, друзья, по-любому. Ибо здесь будет стоять водородная энергетическая установка, которая, к сожалению, будет вырабатывать всего лишь 200 ватт энергии. То есть вот этот огромный самолет должен поднимать в небо 200-ваттный мотор. Но оно как бы кратковременно может больше давать. Потому что будет бустерный аккумулятор стоять, который сможет разогнать. И моторчик помощнее будет стоять, чем 200 ватт. Но сам полет не более 200 ватт получается. Либо более с последующей подзарядкой и планированием. Потому что это по сути скоростной планер получается. Но зато топливный водородный элемент на полной зарядке. Дима его уже приобрел и я делал небольшой обзор на это дело. Стоит немалых денег, но он у нас уже есть. Вместе с баллоном, вместе с управляющей платой. Все работает, причем работает больше суток. Сутки это получается некий минимум. На самом деле оно и больше будет работать. Но есть ряд проблем, которые нужно будет решить. Во-первых, я взял сюда очень экономичный двигатель. Но он обладает малыми оборотами. В связи с чем будет очень маленькая скорость полета. Из-за этого, скорее всего, придется делать изменяемый шаг винта. Мотор, кстати, давно куплен. Я тоже делал обзор на канале. Оставлю ссылку в описании на водородный топливный элемент. А точнее на видео, где он обсуждался и на мотор. Если забуду, напомните в комментариях. Я надеюсь, вы уже начали потихонечку понимать, зачем такие большие размеры. А иначе не поднять, друзья, на малой энергии тяжелый самолет. Ибо топливный элемент с баллоном весит около 6 килограмм. Я еще добавил немножко веса для электрики. Потому что, скорее всего, будет еще какое-то дополнительное оборудование устанавливаться. Да и плюс нужно иметь возможность ставить полезную нагрузку. Не просто так лететь. Хотя у меня для начала цель просто так взлететь. И вообще для начала, может быть, мы реактивный двигатель сюда поставим. С ним проще всего взлететь. Он очень легкий и очень много тяги относительно веса. И тяга не теряется, когда самолет разгонится. У многих возникнет вопрос, зачем такой большой нос? Все не просто так. Во-первых, баллон для водорода. Он довольно больших размеров и должен где-то вот здесь в носу располагаться. Плюс сам топливный элемент. Плюс то, что будет ставиться большой винт. Опять же, для экономичности большие винты обладают большей тягой на меньших оборотах. Но и меньшей скоростью, если не раскручивать. То есть тут адский баланс нужно соблюсти. Я постараюсь сделать этот беспилотник как можно легче. Здесь я уже буду в один слой покрывать углетканью. И опять же по тем своим технологиям. Матрицы никакие делать не буду, потому что считаю глупо делать матрицы на первоначальную модель, на сам концепт. То есть неизвестно, что будет, что получится с него. Неизвестно, как себя поведут профиля. Вот здесь я сделал, например, симметричный профиль. Думаю, это не совсем правильно. Стабилизатор небольшой. Его всегда можно переделать. Крыло имеет вот такой профиль. Я забыл, как он называется. Это очень известный профиль, который подходит под скоростные модели. Вообще, конечно, здесь бы лучше толстый профиль поставить. Более грузоподъемный. Но почему я выбрал такой? Во-первых, у него очень плоский низ. Будет легко собирать на стапеле. Во-вторых, за счет малой толщины мы очень здорово экономим на массе пенопласта. Если бы профиль в два раза толще был, то мы бы еще бы грамм 700 добавили уже самолету. А вес здесь имеет критическое значение. И надо постараться как можно лучше соблюдать эту культуру того самого веса, которую я не соблюдаю никогда. Но зато мои самолеты кувыркаются, падают, но не ломаются. В отличие от тех, кто соблюдает, у которых в хлам разлетаются они. Даже в воздухе бывает разрывает. Ну вот здесь надо этот баланс соблюдать, чтобы не разорвало. Винт будет 30 дюймовый. Вот здесь четко он подходит. Заказал другие и буду их скорее всего модернизировать под изменяемый шаг винта, чтобы взлетать на большой тяге с малым шагом. Вот с таким. А когда самолет немного разгонится, иметь возможность добавлять шаг, увеличивать угол и продолжать движение. Чтобы обороты не увеличивались, а тяга прирастала. Ну в общем как-то так. Ну а вот сам двигатель весит 250 грамм. И как раз таки он способен на 200 ваттах выдавать 2 килограмма тяги. Вообще-то он по мануалу даже на 100 ваттах 2 килограмма должен выдавать. Но что-то у меня не получилось. Ну в общем как-то это все я с запасом выбираю. Если 2 килограмма 200 ватт, все равно самолет должен лететь. Планируемый вес не более 12 килограмм. То есть 6 килограмм будет весить водородный топливный элемент. И 6 килограмм отвожу на весь остальной самолет. Килограмм уже есть, осталось 5 килограмм положить. Ну как видите, балка даже вот в таком пенопластовом виде держится под собственным весом. Кстати, для меня это удивительно. Планирую делать тонким карбоном, купить ювелирный карбон и положить его на консоли крыла. Центроплан сделаю с обычного углеродного волокна. Здесь же расположу основную трубу, куда будут вставляться консоли. Вот такой, ребята, у нас с Дмитрием будет совместный проект. Когда топливный элемент ко мне попадет в руки, мы его обязательно протестируем. Кстати, там давление 250 бар в баллоне. Баллон карбоновый. Все это очень интересно. Все это очень круто и необычно. Но надо будет соблюдать просто мегаосторожность с водородом. Потому что кто в теме знает, что это очень взрывоопасный газ. И он взрывается практически в любом соотношении топлива с воздухом. Точнее с кислородом. Очень взрывоопасный. Но мы будем топить, так сказать, за безопасность. Уже по-настоящему на этот раз. Здесь шутки закончатся. Вот. Да, уж такого я, честно говоря, не ожидал, что буду когда-нибудь на водороде делать самолет. Хорошо хоть не на ядерном топливе. Хотя кто знает, друзья, жизнь интересная штука и все может произойти. Ладно, у меня на этом все. Кому интересно следить за проектом, подписывайтесь на канал. Поддержите просмотром, лайком и комментарием. Всем пока, друзья. До новых встреч. А я буду думать потихоньку. Кстати, буду читать ваши комментарии. По-любому вы дельных советов напишите. Сто процентов. Может быть, даже кто-то рассчитает что-то. Полетит, не полетит. И вообще, какой максимальный вес могут поднять 200 ватт, если грамотно использовать? Скорее всего, я не сверхграмотно все это просчитал. Но я буду по пути, по ходу дела усовершенствоваться. Может быть, даже придется что-то переделать. Опять же, видите, я сначала даже не подумать не мог, что винтик вот такой на тех оборотах, что работает двигатель, он только способен километров до 30 в час. Это только до такой скорости разгонять этот самолет. Но это совсем маленькая скорость, никуда не годится. Но опять же, всегда можно поставить винтик гораздо меньше, поставить моторчик более высоко оборотистый и всё. Тяга будет меньше, но скорость, возможность разогнаться будет больше.